Привет, боец! Я продолжаю свои видео уроки. В этом видео уроке я тебе покажу 5 самых частых ошибок при пробивании миддлкика. Для того, чтобы твои удары стали технически правильными, более мощными, более нокаутирующими, более ломающими. То есть я тебе покажу то, что чаще всего не делают ребята, которые начинают пробивать миддлкики именно в тайском боксе. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце этого видео и под видео есть видеокурс, как эффективно работать на мешках. Можешь забрать его абсолютно бесплатно. Удачи в тренировках! Итак, миддлкик. Буду показывать на мешке, как это лучше, проще. Как мы бьем миддлкик в тайском боксе? Еще разок. А теперь пойдем по порядку все ошибки. Самая первая, самая распространенная ошибка это недоворот корпуса. То есть при ударах нету доворота корпуса в сам удар. И получается ребята бьют просто ногой. Вот такой удар. Как бы я хочу ударить очень сильно, но из-за того, что я недоворачиваю корпус, мой удар получается просто снизу вверх. И противника точно так же он приходится и по противнику. Он его практически не чувствует. А когда стоит в стоечке, то мало того, ты еще и сам голенью попадаешь в локти противника и сам себя травмируешь. То есть самое главное, самое первое, это довернуть корпус, провернувшись на опорной ноге. То есть мы вкручиваемся и проворачиваемся на опорной ножке, доворачивая корпус в удар. Таким образом мы вкладываем всю силу и все тело в этот режущий жесткий удар. Итак, вторая ошибка это слишком раннее разгибание ноги. То есть ребята бьют, не стараются прорубить мешок, так как это нужно делать, а бьют в его верхнюю поверхность. Таким образом получается вот такой удар. То есть как будто и корпус доворачивает, но при этом мешок практически остается на месте. Я практически не наношу никакого урона и силы в этом ударе тоже нет. Потому что я делаю удар по верхней части, просто разгибая ногу уже еще до того, как она пришла на мешок. Как нужно? Нужно ногу заносить. То есть сначала нужно занести колено. То есть мы разворачиваемся и у нас выходит колено. Нога у меня согнута. Она выходит за мешок. Когда у меня колено уже дошло до средины мешочка, только тогда я начинаю разгибать ногу, пробивая мешок насквозь. То есть моя задача мешок пробить насквозь, прорубить его. То есть я бью в другую сторону мешка для того, чтобы его разрезать. То есть согнутой ногой я выхожу, а потом только ее разгибаю. Сначала заношу колено. То есть это вторая такая наиболее распространенная ошибка. Это раннее разгибание ноги и просто хлопок. А нужно занести. Третья ошибка – это отсутствие работы рук. То есть при ударе, при мидлкике нужно также работать руками. Много ребят просто или опускают руки, когда бьют ногой. Просто руки держат на поясе, опущены. Как-то или мидлунок, даже есть такие спецы, которые опускают руку при ударе, мидлунок. Есть спецы, которые очень боятся ударов и стараются закрыться. И не отводя руки от головы, бить мидлкик. Тоже так не получится особо правильного и мощного удара. Как нужно? Нужно одноименную руку при ударе правым мидлкиком. Мы правой рукой делаем отмашку. Как бы делаем такой разновес. Нога идет при ударе, правой рукой мы отталкиваемся от воздуха, выносим ногу. За счет работы корпуса выбрасываем свою ногу. Левая рука противоположная, закрывает голову. То есть получается при ударе мы правой ногой, правая рука на отмашку. Левая рука идет к голове. Если мы работаем левой, все получается точно так же, только зеркально. И сам удар. Доворот корпуса, разгиб ноги и работа ручек. То есть одна пошла в отмашку, вторая прикрывает голову от встречных ударов. Четвертая ошибка. Она не столько существенная, но также может добавить тебе значительной прибавки к силе, именно рубящего момента, такого заносящего. Это шаг опорной ноги в сторону от противника. То есть часто тоже стоят, ты стоишь и хочется как бы ударить сразу с места. Но если противник стоит, например, неудобно, то есть ты стоишь немножко правее пил, да, при ударах правой ноги, то ты все равно не сможешь его прорубить, так как тебе даже поворот корпуса не позволит рубануть хорошо. То есть если я стою сбоку от мышку правой, то и правой ногой я не могу, потому что нога мне не достает. То есть как нужно? Нужно опорную ногу зашипнуть за мешок. То есть если я делаю правый миддл кик, я немножко правой ногой сразу зашагаю за мешок влево. Таким образом я смещаю свой корпус, да, свои бедра чуть-чуть левее, и при ударе у меня нога будет проходить дальше. То есть при ударе я делаю шаг в сторону, а потом уже дорабатываю полностью весь удар. Еще раз, я захожу за противника немножко левее, а потом уже рублю его полностью ногой. И последняя, пятая ошибка, это уже больше ошибка тактическая, которая применяется в поединках, это одиночный миддл кик. То есть не нужно бить первым ударом миддл кик одиночный, так как даже начинающий, там, маломайский боец, который имеет за плечами месяц тайского бокса, он уже знает и понимает, что нужно выставлять блок, нужно отходить, можно выставить там локоть, как-то, как-то коряво защититься. Так как твой удар будет первым сразу, его видно, понятно. Для этого, что нужно делать? Нужно свои ноги прикрывать и начинать атаки с рук. То есть мы сначала ручками разбили, потом локоть сразу добавили, когда противник не ожидает. То есть пошел, левый джебом побросал, заставил противника закрываться как-то, оттягиваться и сразу потом добавляем ногу. Вот таких пять самых распространенных ошибок. Зная их, понимая их и держа в голове, ты можешь нарабатывать правильный миддл кик и улучшать свою силу, точность, мощность, скорость ударов. Эти все ключевые части нужны для такого удара.